Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Через два дня наступит самое любимое время года – лето. И погода сегодня будет радовать своим теплом. Подробный прогноз от синоптиков. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 10-15, в горах 3-8, а днём 26-31 градусов тепла и местами до плюс 21. В Черкесии без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 12-14, а днём 29-31 градусов тепла. Недавно в Москве на базе ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная открытию летнего сезона на Северном Кавказе. Туристические возможности и новые туристические предложения Карачаево-Черкесии презентовало Министерство туризма Республики. Стоит отметить, что в этом году особенно популярным становится внутренний туризм. В России огромное количество живописных уголков, куда можно поехать и насладиться удивительной красотой страны. Немало туристов приедет и в Карачаево-Черкесию. И вот приятная новость. В этом году завершится строительство автомобильной дороги от Архыза до Пхии. Таким образом, курорт Архыз и кислые источники будут объединены в общую рекреационную зону. Строительство дороги окажет большое влияние на развитие туризма в лечебно-оздоровительном направлении, которое сейчас более чем востребовано. Тысячи туристов из разных уголков Российской Федерации выбирают наши источники для отдыха и оздоровления. Туризм в республике развивается стремительно. Проводится реконструкция существующих объектов и возводятся новые. Строятся дороги, улучшается сервис. По числу принятых в 2021 году туристов Карачаево-Черкесия стала лидером СКФО. За пять лет неполных месяцев этого года нас посетили больше миллиона человек. С учетом нынешних реалий, внутренний туризм ждет бурное развитие. И Карачаево-Черкесия занимает одно из лидирующих мест на туристической карте Российской Федерации. Неподалеку от Черкеска, в Ожигутинском районе, находится Джиганаское ущелье. Его еще иначе называют страна лип, меда и водопадов. Одно из самых красивых мест Карачаева-Черкесии. Красивая природа и небольшие водопады, в которых текут воды Джиганасской реки. С трехметровой скалы стремительно катится вода, обдавая берега прохладными брызгами. Воздух насыщен запахом леса и той прохладой, что бывает около быстрых рек. Так что с приходом лета у многих есть возможность побывать в разных уголках нашей родной Карачаева-Черкесии. Наша сегодняшняя гостья совсем недавно переехала в республику. Но, по ее собственному мнению, нашу Карачаево-Черкесию она полюбила всей душой. Сегодня у нас в гостях молодая актриса русского театра драмы и комедии София Смиренная. И в эти минуты в нашей студии София расскажет моей соведущей Белле Джозаевой о начале своего творческого пути, о любимом амплуа и, конечно, о роли мечте. Доброе утро всем! Доброе утро, София! Я благодарю тебя за то, что ты нашла время и пришла сегодня к нам в гости. Ты у нас первый раз. Я хочу тебя познакомить с нашими телезрителями. Дело в том, что ты приехала к нам в Карачаево-Черкесию из Ивановской области. Что послужило поводом для твоего переезда и для того, чтобы ты устроилась работать в наш русский театр драмы и комедии? Ну, на самом деле, там достаточно длинная история и были даже не очень приятные моменты. Так вышло, что мне понадобилось приехать в другой театр работать. И меня пригласили сюда. Я такая, почему бы и нет? Я готова путешествовать далеко. И я думаю, это хороший повод сменить обстановку. Ну, скажи, как тебе наш театр, как тебе наши актеры, как тебе наши режиссеры, как тебе атмосфера? На самом деле, мне очень нравится. Меня достаточно тепло приняли, и я даже не ожидала. И мне действительно очень нравится и вообще вся эта атмосфера. И этот город мне очень напоминает мой родной город. Хотя он, конечно, много больше, но такой же уютный, такой же какой-то родной, что ли. Тебе у нас нравится? Да, и очень тепло, что самое важное. Софья, я знаю, что ты закончила музыкальный колледж, правильно? Сейчас учишься в театральном институте. А вот как это решение пришло к тебе стать актрисой? В детстве девочки часто играют всякие роли. А вот чтобы сделать это профессией, вот кем ты мечтала быть в детстве? Актрисой? На самом деле, я думаю, что я мечтала быть сначала учительницей, потом рок-музыкантом. Ну, то, что в музыкальном колледже училась. А потом, когда я попала в театр, уже как раз-таки благодаря музыке, потому что нас в театре ставили юно-ну-я-вось, и им нужна была клавишница. Я как раз такая, ну, колледж закончила, давайте буду работать. И мне такие, может быть, ты еще будешь актрисой у нас подрабатывать? Я такая, почему бы и нет, попробовать-то можно. Мне даже не запрещено. И я поняла, что мне это нравится, что я ловлю кайф, удовольствие на сцене, что мне нравится вот эта отдача зрителей, что это самое... Софья, мне кажется, вот сама твоя фамилия, Софья Смиренная, как нельзя кстати, подходит для театра, для актрисы. Вот когда ты выходишь на сцену, ты пять лет в театре работаешь, у тебя есть свои какие-то ритуалы, традиции? Да, ничего такого особенного нет. Просто собрались с духом и пошли работать. Конечно, есть немного бандраж всегда перед выходом на сцену, а когда уже выходишь, это все такое снимает. Но талисмана у тебя нет какого-то своего? Нет. Кто из больших актеров тебе нравится? Кто твой кумир? Ну, часто бывает, что молодые актеры кому-то подражают. Ну, чтобы прям подражать, у меня нет такого. А вот если там из любимых актеров, то это, правда, мужчина, это Баталов. Мне он очень нравится, как он вообще существует в этих фильмах его. Очень хороший актер. Тебе больше нравится театр, нежели кино? Ты представляешь себя киноактрисой или только театральная актриса? Я просто никогда не пробовала в кино, поэтому не знаю даже. А так театр мне, наверное, больше нравится, потому что в театре ты проживаешь эту жизнь от начала и до конца, а в кино как-то там дублями пришел, ушел. Другая атмосфера. Другая, совершенно другая атмосфера. У меня кто из знакомых работает в кино, вообще все другое. Как-то... Мимолетная, да? А в театре прям... Это же жизнь на сцене. А что за страна это театр для тебя? Не просто страна, это огромный мир. Что-то большое есть, что-то миниатюрное, что-то хорошее, что-то плохое. Ты уже заболела, да, театром? Да. Отрицательные герои нравятся героине или положительные? Наверное, больше отрицательные. Почему? Потому что там интереснее играть. Есть где покопаться, потому что там все не так однозначно, как в положительных. Надо понять, почему этот герой отрицательный, что движет им, почему он именно так поступает. И как-то больше фишечек можно всяких найти, когда играешь отрицательных героев. Ну, наверное, тогда трагедия больше по душе тебе, чем комедия. Ну, в комедии тоже бывают отрицательные персонажи. И в комедии бывают характерные персонажи, которые такие же вот... Какие-то все решают, там, слуги, которые... Вроде не главная, не заглавная роль, а... Которые двигают весь процесс. Ты имеешь в виду характерные актрисы? Характерные. Характерные. Да, характерные. Потому что они такие живые, они создают движение спектакля. Потому что если бы были только герои, они бы сидели и смотрели друг на друга. А характерные как-то их толкают на действие, побуждают к действию. Как взаимодействие идет у тебя с режиссером? Ну, хорошо. Споришь? Нет, я никогда не спорю с режиссерами. Потому что я им всецело доверяю, стараюсь, по крайней мере, доверять. Потому что без доверия невозможно вообще никакая работа. Я неконфликтный человек. Софишка, вот выходишь ты на сцену, внезапно забываешь текст. Как ты из этой ситуации выходишь? Такое вообще бывало у тебя? Бывало, но крайне редко. Вначале? Ну, вначале, да. Вообще есть такая поговорка, что если ты забыл текст, то коризненно посмотри на партнера. А так надо просто быстро-быстро как-то выкручиваться из этого. Своими словами говорить, заменять слова. И действительно посмотреть на партнера, он за тебя все скажет. Но как-то очень редко такое бывает, чтобы забыть текст. Вот ты на сцене, зритель в зале. Ты его чувствуешь? Для тебя важно, какая реакция будет у твоего зрителя? Или ты играешь для себя? Нет, конечно, для зрителя все идет. Потому что какой смысл играть для себя? Для себя можно дома играть. А тут ты, если ты чувствуешь атмосферу зала, то ты заряжаешься от нее. Потому что бывает такое, когда люди сидят, вообще никак не реагируют, и это тяжело. Потому что нет этой отдачи. Я имею в виду для себя, потому что актрисы, они же все-таки, ты, конечно, не обижайся, а самовлюбленные, они любят себя, они восхищаются собой. Ну так и должно быть, она же актриса, и мне кажется, вот ей главное сыграть хорошо или нет, все-таки для зрителя. Ну так должно быть и сыграть хорошо, и еще чтобы зрителю тоже понравилось. Потому что просто сыграть хорошо мало еще, чтобы... Потому что если ты сыграешь хорошо... Реакция зрителя для тебя очень важна, правильно? Да, потому что, ну как еще? Должна быть отдача. На этом ты энергию ловишь, чтобы дальше двигаться. Ты по-настоящему плачешь на сцене? Мне пока не приходилось плакать. Ну если надо, будет. Сможешь? Думаю, да. А смеялась? Смеяться, конечно. До слез? До слез нет. Конечно, традиционный вопрос. Кого бы ты хотела сыграть? Ну я не могу у актрисы этого не спросить. Тем более ты в начале творческого пути. И у меня есть ответ. Я бы хотела сыграть на самом деле Зою. Зоя киноквартира. Булгаков. Чем нравится тебе эта героиня? А вот как раз-таки то, что мы говорили о том, что характерные персонажи двигают и какие-то все интриги создают. Вот мне нравится вот эта вот жилка ее интриганская. Мне нравится, как она всем распоряжается, как она вроде такая вся интеллигентная. Ведет себя. А на самом деле там вот такая вот женщина. Как задаст жару. Почему вы не предложите режиссеру? У нас народу маловато для этого спектакля. Ну когда-нибудь что-то задаешь? А когда-нибудь можно. Ну чуть постарше стану, потому что она там все равно в возрасте после 30. Я желаю тебе исполнения твоей творческой мечты и вообще исполнения всех твоих желаний. Благодарю тебя за то, что ты нашла время, пришла к нам в гости. И, конечно, творческого долголетия. Благодарю тебя. Женская рукоделие живет и развивается. В музее Курджиновской средней школе номер два прошло мероприятие в горнице Мастерицы. В школьном музее казачьего быта ученицы и их наставник, учитель технологии Наталья Вычикова, поделилась секретами вязания и вышивки. Подробности у Али Баташева. В 5-6 годах девочки должны были уже прясть и частично вышивать. В 15-16 годах девочки были тонкопряхами, вышивали приданное. В уютной казачьей горнице все дышит стариною. Бережно собранные школьниками экспонаты воссоздают быт быт толпашинских казаков 19 века. Вязальные спицы вместо привычного смартфона в детских руках, хоть и смотрятся необычно, но погружают в историю глубоко и надолго. Простейшая техника вязания спицами и крючком позволяет создавать неповторимые вещи. Одним из видов женского поделия вязание крючком молодых ков. В народе их называли терюшки. Мастерицы брали отходы из разных изделий и нарезали их на разные полосы. Потом сматывали их в клубки по цвету и связывали между собой обычным узлом. Вышивали не только крестиком, но и гладью. Причем каждый цвет имел свое значение. Можете обратить внимание, вышивка брать. Вышивали на белом полотне красными нитками с добавлением черного, зеленого и желтого. Красный цвет считался цветом красоты, победы и любви. Цвет желтый считался цветом разлуки. Менее всего использовали зеленый цвет, он считался растительным миром. Цвет черный считался цветом ночи, покоя, тепла. Вышивали не только животные и растительный мир, но и вышивали разными звездочками, треугольниками. Редкой рукоделии обходилось без песни. Ты ли мое сердце сокрушила, ты ли надломила два крыла? Ты ли мое сердце сокрушила, ты ли надломила два крыла? В основном женщины занимались, казачки, рукоделем. Пряли, вязали и ткали. И все это делали из природного материала, то есть из растительного и животного происхождения изначально. По вечерам девушки учились вязать. С 5-6 лет девочки должны быть уже рукодельницами, а к 15-16 годам тонко пряхами и мастерицами. В современном, так сказать, вязе это кому-то пригодится или нет? Обязательно. Если хотите быть индивидуальны, обязательно рукодельничать нужно. Вязать, шить, плести. Это очень, ну, не выходящее из моды рукоделие. Поселок Куржинова – место исторически компактного проживания казаков. Во второй школе создан и успешно действует класс казачьей направленности. Делились по страницам казаки, любимой родиной границы защищая. Чтобы послужить на славу для страны, Кавказ от иноземца похоряем. Казачество, ты колыбей моя, взрастила ты сынов своих отважных, Чтоб от защиты всегда была земля, Чтоб мирным был день, но мы каждый. Мы воинов прославленных сыны, Умелых тружеников мы потомки. Тредициями отцов своих верны, И песни наши никогда не смогли. Страна лихих джигитов и вольных казаков очень удивительна. Наряду с казачьими играми, Литературно-историческими композициями на тему казачества, Здесь всегда есть место дружбе И уважению к культуре других народов Северного Кавказа. Али Баташев, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, Урубский район. Я сейчас вспомнила песню Антонова «Не рвите цветы, не рвите, Пусть будет нарядней земля, А вместо букетов дарите васильковые, Незабудковые и ромашковые поля». Украсить землю цветами – это значит украсить ее любовью. На приусадебном участке жительницы Эркеншахара Галины Шовгеновой целая оранжерея. Царица цветов роза, турецкая гвозди, капитуния, лилия, пионы и много-много разных и красивых цветов. Аромат ну просто завораживает. В гостях у цветочной феи побывала Алла Динаева. Приусадебный участок Галины Шовгеновой утопает в цветах и полностью оправдывает название своей улицы имени Ивана Мичурина, известного биолога, автора многих сортов кладово-ягодных культур. И невольно вспоминаешь цитату этого известного ученого. Садоводство является после полеводства одним из самых полезных для здоровья населения. И пройдя с Галиной ее владения убеждаешься в этом. Здесь не пустует ни один кусочек земли, но большую часть огорода занимают, конечно же, цветы. Мама очень любила цветы. Мы в детстве всегда вместе сажали, вместе выращивали. Но она любитель была цветов. У меня и хозяйство, и все. Мы ничего не покупаем. У нас все свое. Я выращиваю все свое. Вот так вот. Галина рассказывает, что встает рано в 4 утра. День начинается с ухаживания за цветами, а их у нее до 90 разных сортов. Часть уже отцвела, но скоро распустятся другие. И так с ранней весны до поздней осени. А сейчас время цветения пионов и ирисов. А дальше пойдут розы и лилии, делится хозяйка. Осторожно ступая по тропинке, Галина Шовгенова с огромным удовольствием и нежностью рассказывает о каждом цветочке. Это моя гордость. Я знаю, что и всем нравится, и все, когда приходят, восхищаются. Галя, когда ты успеваешь это все сделать? Когда ты успеваешь? И мне тоже вдохновляет это. Жить хочется. Цветы ее жизни и дети. Помимо своих четверых, она воспитывает и девочку Нику, которая осталась сиротой в 4 года. У нее родители умерли. Я взяла эту девочку. Ну, как? Я когда брала ее, я боялась, конечно, сперва. Но я думаю, все равно возьму. Ее хотели в детдом отдать, а мне жалко было. Думаю, где мои четверо детей растут, там пускай и пятый растет. И вот так я взяла эту девочку. И вот воспитала. Да, она моя, моей сестры двоюродной. Сына девочка. Вот таким образом она попала ко мне. Любовь ко всему красивому Галина привила и Ники. И научила всему, что умеет сама. Ухаживают за растениями и выполняют работу по дому вдвоем. Ведь старшие дети Галины уже взрослые и живут отдельно. Ника, я тебя заберу, но мне надо сделать документы. А пока ты побоишь у бабушки и дедушки. Я начала плакать, потому что думала, что я одна, останусь туда-сюда. И вот я плакала, не хотела отходить, говорила, заберите. Потом все-таки я две недели, по-моему, или одну неделю жила у бабушки и дедушки. Вот. Потом приехала мама, забрала. Меня приняли как родную, разумеется. И вот уже 10 лет живу с моей любимой мамой. И все дети мечтают о семье, как бы. Но у меня она появилась. И вот спасибо Аллаху, и я буду молиться Аллаху, чтобы мама прожила долгую жизнь и счастливую. Но помимо садовых цветов, Галина выращивает и домашние. Во дворе и в доме у этой хозяйки очень уютно. А приусадебный участок – красивый цветущий островок, уголок для души. Аладинаева, Светлана Кокова, Рашид Токов, Ислам Урумов, Вести, Карачева, Черкесия. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести» Карачаева, Черкесия с Аллой Динаевой. Удачного всем дня и встретимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok